В середине пути 4-х километрового Гемринского тоннеля горит КАМАЗ. Вокруг дым, пробка, десятки водителей в панике. Первым на ЧП реагирует диспетчер тоннеля. Как и положено по инструкции, он оповещает все службы. На место ЧП оперативно прибывают пожарные расчеты. Далее все по схеме. На месте разворачивается оперативный штаб. В направлении Гемринского тоннеля выдвигаются все оперативные службы. Вот горящий автомобиль. Вот подъехала наша машина со штольной. Оттуда подали они три ствола. На один на тушение и два на охлаждение соседних автомобилей. И проводили эвакуацию и спасение пострадавших. Пока спасатели устраняют последствия пожара, полиция совместно с другими пожарными проводит эвакуацию пострадавших. Один из них в критическом состоянии. Дальше за дело берутся врачи службы медицины. Катастроф. В итоге пожар ликвидирован. Люди спасены. А КАМАЗ вывезли на прицепе из тоннеля. Руководство МЧС ходом учения осталось довольно. В данном учении участвовали 86 личных составов и 16 единиц техники. Первый этап учения мы провели сегодня сейчас здесь. А второй этап учения это проведение полной анализа момента поступления сигнала на пульс 112 до окончания ликвидации данного происшествия. Дальше будут даны рекомендации всеми всех ведомствам, чтобы в дальнейшем не допускать какие-то замечания или вопросы, которые были в ходе учения. По словам главы спасательного ведомства республики, такие учения будут проводиться на регулярной основе. Кемридский тоннель имеет статус стратегического объекта. Он самый длинный в России. И вопрос о безопасности, в том числе пожарное, здесь уделяет большое значение. Хамза Нурмагемедов, Салмаги Тихмаев, Мурат Бигбарзов. Новости телеканала ННТ.